Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет Самары принят во втором чтении. Главный финансовый документ утвержден на заседании Городской думы, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. Доходы и расходы на 2021 год составят более 18 миллиардов рублей. Сохранит ли бюджет социальную направленность, узнала Лариса Шалафаст. Бюджет Самары принят. Главный финансовый документ сформирован на три года и будет бездефицитным. Доходы и расходы превысят 18 миллиардов рублей. Основная часть средств пойдет на соцсферу. Развитие системы образования, ЖКХ, транспорт, ремонт дорог, благоустройство территорий, поддержку льготных категорий. Я рада, что действительно мы сохранили основные параметры бюджета и действительно он является социально направленным. И могу сказать слова благодарности всему составу депутатскому. Это их первый бюджет вот в этом созыве, но тем не менее депутаты показали себя как очень зрелые, профессиональные люди. Могу сказать, что бюджет принимался достаточно долго, очень вдумчиво. Много было замечаний, много было поправок. Но в конструктивном диалоге мы все эти поправки посмотрели, приняли. Существенная часть расходов запланирована на реализацию 27 муниципальных и ведомственных программ. Также деньги предусматривают на реализацию национальных проектов. По предложениям депутатского корпуса, проект бюджета после первого чтения был доработан. И теперь в нем учтены дополнительные статьи расходов. Наиболее значимым мы можем с вами озвучить это и замена лифтов, и ремонт муниципальных квартир, которые сейчас будут туда переселены граждане с аварийного жилья. То есть эти деньги максимально все заложили. Также на заседании Думы внесли изменения в бюджет 2020 года. Самара получила дополнительные средства – более 70 миллионов рублей. Их направят на переселение людей из аварийного жилья, на строительство детских садов и школ. На 2021 год предусмотрены средства и для приобретения земельного участка под строительство школы в микрорайоне «Крутые ключи». Работа над бюджетом еще не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ города будет дорабатываться с учетом поступлений средств из вышестоящих бюджетов. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. В Самарской области зарегистрировали 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 28 639. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Растет число заболевших и среди людей в возрастной категории 65+. Что планируют предпринять, чтобы сохранить здоровье людей в нашем сюжете? За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 6%. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. При этом число случаев ОРВИ и пневмонии снизилось у детей от 2 до 17 лет. В остальных возрастных группах наблюдается рост. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас достаточно большое количество резервных коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Практически всю неделю показатель был на уровне 25-26%. Разгрузить коечный фонд госпиталей помогают санаторно-курортные учреждения. Сейчас их четыре. Что касается бесплатных лекарств, то их получили более 18,5 тысяч человек. На прошлой неделе были выделены дополнительно 66 миллионов рублей из федерального бюджета для закупки лекарственных препаратов на январь. В настоящий момент идет процедура контрактации. И к Новому году мы планируем осуществить поставку. И вот по этому новому траншу, соответственно, в новогодние праздники войти с полным обеспечением для облаторно-проеклинического звена. Прививочная кампания против гриппа завершается в конце недели. На сегодняшний день привито 57,5% населения Самарской области. За счет средств работы дателей вакцинировано свыше 82 тысяч жителей региона. Кроме того, область планомерно получала вакцину от новой коронавирусной инфекции. Поступили запланированные 2751 доза и дополнительно еще около 1000 доз. Привито 3413 человек. По линии Министерства обороны поступило 1000 доз препарата и началась вакцинация военных. Тревогу специалистов вызывает рост числа заболевших коронавирусом в возрасте 65 лет. Далеко не все пожилые люди соблюдают самоизоляцию, несмотря на введенные ограничения. 12% опрошенных ездят не только в больницы и магазины, но и на работу. То, что мы получили, то информация, конечно, не может нас не настораживать. Очень большое количество людей, тех, кому рекомендовано находиться из-за опасности в домашних условиях, они там перемещаются. И эта мобильность определяется совершенно различными причинами. Вот, посмотрите, 12,5% опрошенных показали о том, что они ездят для того, чтобы осуществлять какую-то трудовую деятельность, работу. Да, Сергей Александрович, 12,5%? 12,3%. 30, да. То есть это такая цифра для нас очень значительная. В связи с этим вопросы возникают к работодателям. Они должны отправить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. А главы муниципальных образований крайне ответственно подойти к обеспечению выполнения решений штаба на своих территориях, особенно в преддверии новогодних праздников, усилить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничительных мер. В свою очередь, волонтеры продолжат помогать пожилым людям с доставкой продуктов. Виктория Шарая, События. Четыре легковых автомобиля получила первая Самарская поликлиника. Новые машины помогают оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло из-за пандемии. Машины приобрели на средства президентского гранта, который регион получил за прошлогодние достижения в социально-экономическом развитии. Подробности в нашем следующем сюжете. Врач-терапевт Татьяна Иванова незамедлительно приходит на помощь больным по вызову в любую погоду, будь то мороз или слякоть. Сейчас это стало гораздо проще и приятнее, ведь под рукой машина с водителем. А еще вчера она бегала с медицинским чемоданчиком наперевес. Сил на всех пациентов и времени не хватало. Стало намного легче, потому что приходилось иногда большие расстояния преодолевать самостоятельно, брать с собой костюмы в пакетах. А теперь есть машина и можно много времени сэкономить и обслужить как можно больше пациентов. Они очень радуются этому, говорят спасибо, что быстро приехали. Достаточно оперативно работаем. Раньше без машины участковый врач мог посещать до 20 пациентов в день. Теперь с приобретением новых, оборудованных по последнему слову техники машин, до 35. Сначала городская администрация выделила поликлинике 5 машин, потом еще 4 поступили от губернатора. На которых сегодня наши врачи обслуживают вызовы, оказывают медицинскую помощь на дому, развозят медикаменты, наблюдают пациентов, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Такая помощь нужна, нужна очень сильно. И она пришла вовремя. Вовремя и для врачей, и для медицинской организации, и естественно для пациентов. Всего больницам региона губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от 135 машин. В распоряжение медиков поступили 73 Нивы с приемным устройством и носилками. 60 машин «Лада Гранта» по одному «УАЗу» и «Газсоболь». Помог реализовать проект президентский грант, который регион получил за прошлогодние достижения в социально-экономическом развитии. 100 миллионов рублей из этого гранта пошли на покупку автомобилей для медиков. Сергей Кизоркин. События. Губернатор Самарской области вошел в состав Госсовета. Соответствующий документ был обнародован 21 декабря. Президент страны Владимир Путин возглавил Госсовет, в состав которого вошли премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, лидеры думских фракций, полпреда президента, несколько глав регионов, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Они входят в состав комиссии Государственного Совета Российской Федерации по координации оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 8 тысяч самарцев за год открыли свой бизнес. АвтоВАЗ начал выпускать новый внедорожник, а пенсионеров и малоимущих предлагают освободить от уплаты НДС. Подробности в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Пенсионеров и малоимущих предлагают освободить от уплаты налога на добавленную стоимость при покупке продуктов. Инициативу выдвинул Институт социальных исследований и развитие гражданских инициатив. Предлагается автоматически возвращать НДС при оплате покупок банковской картой, чтобы снизить расходы на продукты для самых уязвимых категорий граждан. Ранее в общественной палате России предложили для малоимущих ввести продуктовые карточки и социальное питание. АвтоВАЗ начал выпускать обновленный внедорожник «Лада Нива Тревел». Новый автомобиль на территории предприятия уже протестировал губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, машина, конечно, не сравнится с белой «Нивой», на которой он ездил в 90-е, но это уже другой уровень комфорта и качества. Глава региона надеется, что новый внедорожник обретет популярность с первого дня. Бизнесмены Самарской области не боятся открывать свое дело даже в пандемии. 8 тысяч человек начали свой бизнес в этом году. Что в приоритете, какие льготы получают бизнесмены и кто им помогает, расскажем в следующем сюжете. Порядка 100 тысяч предпринимателей региона за 2020 год закрыли свой бизнес. Часть поменяли форму и вместо ИП стали самозанятыми. Напомним, с начала года самозанятые граждане тоже считаются бизнесменами. На сегодняшний день в области их зарегистрировано больше 35 тысяч человек. Около 8 тысяч самарцев рискнули и открыли свое дело. Предприниматели получают поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Основные меры, которые были направлены, были направлены на поддержание рабочих мест в малом бизнесе в том числе. То есть была задача основной поддержки, чтобы люди, работающие в малом бизнесе, не остались без работы и максимально государство старалось поддержать именно в этом направлении. Только за май этого года предприниматели 48 отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, получили финансовую поддержку в размере МРОД на каждого сотрудника. Общая сумма поддержки – почти 2 миллиарда рублей. Для бизнесменов были доступны специальные кредиты на льготных условиях и списание долгов при условии сохранения штата. Чтобы получить бесплатные консультации юриста и бухгалтера, для предпринимателя региона работает бизнес-инкубатор. Помогают здесь не только словом, но и делом. Например, могут помочь снять помещение на льготных условиях. Чем воспользовалась Татьяна Шачнева. В бизнесе она уже больше года. Дело выбрала ответственное и жизненно необходимое для большого города. Команда Татьяны занимается проектированием высоковольтных линий электропередач. Об уверенности вообще сложно говорить, потому что буквально год назад никто не думал, что будет такая ситуация в 2020 году. Поэтому стабильно пока. А там посмотрим, как будет. У нас есть тематический семинар на эту тему, как выжить пандемию, как дистанционно набирать сотрудников. Мы подстраиваемся под реалии и пытаемся как-то помочь людям именно в тех условиях выживать, какие сейчас у нас существуют. Дениса Граймс сложности не напугали. И 2020-й он выбрал для расширения своего бизнеса. Парень с детства любил рисовать, в подростковом возрасте узнал, что такое тату и определился с профессией. Четыре года назад бизнесмен открыл свою первую студию. Это не кризис, мы в этом живем. Если к этому относиться так, что все плохо, то и будет, наверное, все плохо. А так, ну, ничего же не изменится, правильно? Мы не знаем, когда это закончится. Мы не знаем, что это, как это, куда. Чего бояться-то? 50 на 50 получится, не получится. А если ты еще работаешь, стараешься, уже процент больше, что все получится. По большей части в этом году открывают ИП и микробизнесы. Появилось много компаний, которые занимаются производством антисептиков и медицинских масок. Актуальная сфера для стартапов 2020 года – служба доставки. Самарцы все чаще заказывают онлайн еду и одежду, а также медикаменты. Мария Левина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Официальный курс доллара на 23 декабря – 75,35 рубля. Доллар вырос на 68 копеек. Евро – 92,07 рубля. Европейская валюта прибавила 1,07 рубля. Нефть марки «Брент» на 22 декабря – 50,62 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В преддверии новогодних праздников Самаре усилит контроль за вывозом бытового мусора. А также уделят повышенное внимание дезинфекции жилых домов. Эти вопросы затронули на очередном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Самары под руководством Владимира Василенко. Все чаще жители города обращаются к специалистам коммунальных служб через интернет, используя социальные сети. Благодаря своевременной и оперативной информации реагировать на проблемные объекты в коммунальной сфере стало проще. Ольга Павлова расскажет детали. О том, что подъезд 37-го дома по улице Юбилейной нуждается в санобработке, специалисты в коммунальных служб оповестили жильцы при помощи социальных сетей. Городские власти потребовали незамедлительной реакции управляющей компании. Через полчаса после озвученного на совещании интернет-обращения дезинфекторы прибыли на объект. Обработали все тактильные поверхности – поручни, перилы, почтовые ящики, ручки дверей и подоконники. Все чисто, стерильно, живности никакой нету, ни тараканов, ни блох, ничего этого нету. Собака тоже у нас, он очень чистый, стерильный, мы за ним ухаживаем, моем его, лапки мы всегда дезинфицируем. По такой же схеме прошла дезинфекция жилого дома по улице Победы, 99. Главный хозяйственник города Владимир Василенко больше всего ценит оперативность и напоминает. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов и порядка 25 тысяч подъездов. Дезинфекция жилых объектов должна проводиться в ежедневном режиме. В канун новогодних торжеств санобработки жилых домов уделят повышенное внимание. Еще я попросу сегодня не самоуспокаиваться по части обработки подъездов, обработки кнопок, ручек и всех остальных. Тем более мы стоим в преддверии новогодних праздников. Не допустить в новогодние праздники нашей работой рост количества зараженных. Все. Если по какой-то причине подъезда не дезинфицируются, или работы по их санобработке идут недолжным образом, пожаловаться можно в администрацию внутригородского района Самары, как по телефону, так и через социальные сети. Исправлять недоработки представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний должны незамедлительно. В противном случае на организации будет наложен штраф. Районы своим муниципальным жилищным контролем на места выходят, реагируют. Если такое фиксируется, применяются меры административного воздействия. За данное деяние предусмотрена административная ответственность. В данном управлении также ведется работа. Привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа в районе 100 тысяч на одно хозяйствующий субъект. Усилить контроль в канун новогодних праздников рекомендовано и за вывозом бытового мусора. В период долгожданных каникул и торжеств отходов скапливается в разы больше обычного. Чтобы мы на Новый год усилили хотя бы в разу полтора количество выхода машин по вывозу мусора будет больше. Чтобы у нас, еще раз говорю, сбоя по вывозу крупногабаритного мусора и бытового не было. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары в очередной раз напомнили о необходимости оперативного реагирования на жалобы, поступающие от населения. Особенно в период новогодних праздников, когда большая часть горожан будет находиться дома. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Новогодние мелодии, гирлянды, поздравления и подарки. В трамвае, который идет по маршруту номер 5, поздравляют самарцев с предстоящими праздниками. Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки и создают новогоднее настроение. Акция «Новогодний маршрут» муниципального предприятия ТТУ уже стала традиционной. Подробнее расскажет Елена Малютина. Под праздничную музыку встречают пассажиров трамвая Дед Мороз и Снегурочка. Их роли исполняют сотрудники ТТУ. Для создания хорошего настроения они дарят пассажирам карнавальные маски, а для безопасности – медицинские. Раздают мандарины, ведь, как известно, витамин С повышает иммунитет. И, конечно, поздравляют каждого с наступающим Новым Годом. Будем дарить подарки всем пассажирам, которые будут заходить. Также, если будут присутствовать дети у нас, будем просить рассказать стишок или потешку и выдавать подарок уже. Хотелось бы подарить людям праздник, хоть немножечко, потому что все очень устали за этот год. Маленькое внимание друг к другу – это уже приятно. Такое внимание радует многих пассажиров. Так здорово, честно говоря, настроения новогоднего не очень много. Но сейчас я, ну что тут скажешь, спасибо вам большое. Настроение очень хорошее, настроение поднялось. В преддверии Нового Года очень приятно получить подарки. Акцию «Новогодний маршрут» впервые в Самаре провели в прошлом году. И теперь она стала доброй традицией. В разных депо готовы примерить на себя роль главных новогодних персонажей многие работники – и вагоновожатые, и кондукторы. Только в прошлом году выходили на маршруты два Деда Мороза и две Снегурочки. В этом году в их рядах пополнение – еще две Снегурочки и Дед Мороз. Наталья Дудецкая управляет трамваем 11 лет. Каждую новогоднюю ночь встречает на работе. Мне нравится этот праздник. И вот почему-то я на работе именно получаю больше радости, вот этого необычного настроения. Не знаю, можно сравнить с адреналином. Украшали вагон трамваев всем коллективам городского депо ТТУ. Работать в праздничной атмосфере намного приятнее. И люди сразу в другое настроение. Поднимается за год вагон. Все, как говорится, предпраздничное настроение у людей сразу. Чем ближе к Новому году, тем больше трамваев будут выходить в рейс наряженными. Планируется украсить около сотни вагонов. Количество подвижного состава на линиях сохранят, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Однако сотрудники предприятия напоминают, что сложная эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы. Новый год – это всегда семейный праздник, и его всегда нужно проводить семьей. Но в этом году, раз вот такая ситуация сложилась, конечно, его нужно провести дома. Конечно, надо провести своими близкими. Нарядные вагоны будут курсировать до Старого Нового года. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Идеи, воплощенные в архитектурном облике города. В Самаре начала работу выставка «Обаяние таланта», посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося архитектора Петра Щербачева, внука градоначальника Петра Алабина. Мастер спроектировал более 180 зданий в разных районах Куйбышева. Благодаря его трудам в городе появились уникальные строения в стилях, популярных в 20 веке. Сегодня это ключевые объекты, по которым Самару узнают во всем мире. Олег Зверев тоже ознакомился с творчеством архитектора. Из всех потомков Петра Алабина он, пожалуй, самый яркий представитель своей семьи, оставивший в Самаре грандиозное наследие. Архитектор Петр Щербачев, внук знаменитого градоначальника. Он спроектировал более 180 зданий в Куйбышеве. По сути, это небольшой город. Причем, каждое из этих строений – уникальный объект открытия нового направления в мире архитектуры. Сегодня Самару мы видим такой, какой ее задумали великие архитекторы. Как, к примеру, это ансамбль «Самарская площадь» – одно из самых масштабных творений Петра Щербачева. Самара – это грандиозный музей под открытым небом. И каждый раз, проходя по этим улицам, горожане заново открывают для себя их красоту. Во всем многообразии архитектурных стилей и направлений. Ознакомиться с творчеством Петра Щербачева можно не только на самарских улицах. Сегодня в музее Алабина начала работу выставка «Обаяние таланта», приуроченная к 130-летию со дня рождения архитектора. Работают экскурсоводы и научные консультанты. В числе первых посетителей – глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры региона Борис Иларионов. Жилые дома Щербачева – это не однотипные коробки. Каждое здание имеет индивидуальное оформление. А многие, хорошо известные самарцам строения, стали ключевыми объектами на карте города. Петр Щербачев получил в Московском училище живописи военной изотчества подготовку многостилевую. Там учили в стилях. И он мог работать в любом стиле, дипломный проект, как высшая работа, завершающая, выполнялась в классике. Но здесь интересный момент есть, что когда он закончил училище и занялся архитектурной деятельностью, настоящей, в 1926 году, ему пришлось проектировать в стиле конструктивизм. Здесь он начал заново сам осваивать эту новую стилистику. По мнению ученых, в творчестве Щербачева прослеживается вся стилистическая эволюция 20 века. От дореволюционного арт-деко до сталинского ампира и конструктивизма. Реализовать удалось не все, потому и ценность этой экспозиции особенно велика. Только здесь можно увидеть, какими изначально задумывались Самарская площадь, дом сельского хозяйства и элеватор с башней, со шпилем, как на МГУ. Действительно, в Самаре огромное разнообразие архитектурных стилей. И говоря о Петре Александровиче Щербачеве, конечно, надо сказать огромное спасибо ему за то, что он сделал для этого города. В каком бы уголке Самары мы ни оказались, одно из самых красивых зданий спроектировал Петр Александрович. Это и Крытый рынок, это и управление Куйбышевской железной дороги, это и поликлиника Куйбышевской железной дороги, это и штаб Привой. Конечно, Петр Александрович Щербачев это такое очень важное звено в 20 веке между дореволюционной Самарой, социалистическим Куйбышевым и сегодняшней, современной Самарой. Мы накануне празднования 170-летия губернии. Очень важно, что эта выставка входит в число мероприятий, посвященных предстоящему юбилею. На выставке можно увидеть не только архитектурные наследия, представлены и личные вещи Петра Щербачева, а также работы современных художников и студентов. На его опыте сегодня обучается поколение молодых архитекторов, которые будут проектировать новый образ Самары уже в самое ближайшее время. Олег Зверев, Константин Головин, События. В Самаре продолжают свою работу благотворительные акции «Елка желаний». Исполнить новогоднюю мечту ребенка может любой житель города. Для этого нужно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара по адресу Куйбышева, 44. И снять с елки желаний открытку. Сегодня подарки вручили воспитанникам Центра помощи детям Иволга. В торжественной обстановке подарки передали директору социального учреждения. На сегодняшний день неравнодушные жители Самары уже исполнили 440 желаний детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Подарки ребятам вручат в канун Нового года 31 декабря. Я благодарю всех граждан города Самары, которые откликнулись на призыв Департамента и выполнили желания наших детей. Большое вам спасибо. До Нового года еще есть время и поэтому, кто желает, может прийти, снять открытку и подарить подарок ребенку. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»